привет друзья с вами я иваныч и сегодня мы поговорим нет ни о повешении сегодня ролик я решил записать и рассказать о том как я делаю оснастку всем вам известную оплодной поводок для ловли окуня щуки судака в первую очередь для меня судака потому что этого зверюгу я очень люблю ловить и собственно по интернету есть очень много роликов всякие описания как кто делает с использованием вертлюжков застежек там кучу железа вешается для того чтобы сделать эту оснастку я считаю это полная хренатень и я для себя в первую очередь путем проб и ошибок выбрал один метод и один вариант вязание этой оснастки который действительно работает и он для меня оптимальный поехали для того чтобы показать как я вижу отводной поводок мне потребуется веревка на самом деле способ самый простой и не знаю почему люди используют килограмма железа для того чтобы что-то связать он вяжется на одной леске я использую флюрокарбон в основном наверное с диаметром начиная от 027 иногда беру и побольше в зависимости от того на кого я хочешь 027 самый оптимальный вариант как бы если я ловлю где-то на океан если есть необходимость можно взять леску потолще 030 31 если хотите быть уверенными что клюнувшая рыба будет точно вами затащена в лодку что нам нужно в первую очередь я отмеряю необходимый отрезок и делаю петельку на одной из сторон где у нас будет осуществляться монтаж основной лески сделали петельку это у нас будет место крепления к основной лески дальше я отмеряю порядка 30 40 сантиметров и на этом расстоянии делаю петлю веревка толстая возьму немножко побольше немножко побольше чем 40 сантиметров чтобы сделать необходимое количество витков я вижу здесь петлю на леске я буду делать прокручивание порядка пяти шести здесь сделаю два затягиваем получаем петлю и вот такой вот как бы красивый компактный узелок получается такая вот петля в дальнейшем к эти петли будет привязываться грузик либо джек-головка я использую этот этот вариант в зависимости от условий ловли дальше что мы делаем мы делаем петлю на двух основных концах и начинаем вот в этом промежутке закручивать леску между собой на тонкой леске там 027 031 я делаю порядка 10 12 оборотов в данном случае я сделаю поскольку тут такой канат здоровый до чтобы только показать я сделаю 23 на вот раз два три обороты нужны полные полный круг нужно обернуть дальше мы просовываем вот эту петлю которую мы сделали до этого в в щель между двумя лесками которые мы закручивали делали 10 12 оборотов после этого мы затягиваем за основные концы вот этот монтаж то есть затянули леску после меня верю чтобы она не нагрелась при затягивании оборвалась получается вот такой вот узел вот этот узел называется т-образный и на основе него самый крепкий отводной поводок то есть если вы будете вязать на вертлюжках если вы будете добавлять туда кольца к этим кольцам вы будете с каждой стороны делай по узлу то есть каждый этот узел будет являться тонким местом в вашей оснастке почему потому что рвется в основном на узле дальше мы получившийся петли это образном узле одну из ног мы отрезаем их у вас получается отвод который на которой посредстве будет прикреплен грузик вот к этой части если я от вловлю на отводной поводок без джиг головки я привязываю застежку для чего для того чтобы можно было быстро поменять грузик с более легкого на более тяжелого либо наоборот чтобы это было быстро а к этой части вы привязываете офсетный крючок и насаживаете любую понравившуюся вам и рыбки приманку вот такой вот незатейливый монтаж видит и образного узла я использую в качестве моей самой любимой оснастки для ловли судака для того чтобы хранить все намотанные перед рыбалкой отводные поводки я приобрел вот такую вот историю не знаю чего сделано такие мягенькие кругляшки такие вот я на них наматываю все отводные поводки заранее заготавливаю для того чтобы потом лодки не мучиться и не наматывать всякую ерундень оторванная но очень удобно коробочка на рыбалку там штучек 5-6 намотаешь зашибись ссылочку оставлю в описании не переключайтесь следите за новостями и за новыми видео на моем канале всем пока